Здравствуйте! На этом уроке мы с вами будем говорить о способах получения газообразных веществ в лаборатории. Прежде всего, давайте скажем о том, в каких аппаратах можно получать газообразные вещества в лаборатории. Ну, надо сказать, что их, конечно, можно получать и просто в проверке или в кулбе, не особо заморачиваясь со специальными аппаратами. Нам понадобится лишь любая емкость, в которой протекает химическая реакция, и газоотводная трубка. Но, как правило, проводить эти реакции в специальных аппаратах несколько удобнее. И, кстати, очень скоро мы с вами посмотрим, почему. Итак, аппараты для получения газов в лаборатории, которые вы должны знать, всего два. Это аппарат Кирюшкина и аппарат Кипа. Что из себя представляет аппарат Кирюшкина, можете видеть сейчас здесь. Соответственно, это та же самая пробирка, только в ней есть специальное отделение. Значит, стеклянная трубочка для того, чтобы подсоединить газоотводную трубку. И к этой газоотводной трубке, как правило, можно присоединить кран, вентиль, зажим, который позволяет контролировать, собственно говоря, ход газа по ней. И также есть пробирка, в которую вставлена стеклянная воронка, по которой можно наливать газообразное вещество в аппарат Кирюшкина. Принцип заключается в том, что когда мы наливаем газообразное вещество в этот аппарат, у нас начинает проходить реакция. Начинает проходить реакция при взаимодействии реагентов, она проходит, выделяется газообразное вещество, оно выходит по трубке. Если бы трубку перекрываем, газообразное вещество начинает скапливаться в самом сосуде, накопившееся газообразное вещество вытесняет жидкий реагент обратно в воронку. Поэтому такой аппарат подходит, когда у нас взаимодействует твердое вещество с жидким. Точно так же, как и в аппарате Кипа. Принцип аппарата Кипа такой же, как аппарата Кирюшкина. Он устроен в целом точно так же, но только выглядит чуть больше, чуть солиднее, поскольку с помощью аппарата Кипа можно проводить реакцию с большими объемами реагентов. То есть в средине времени получать больше газообразного вещества. Здесь у нас уже будет несколько частей. Будет воронка, собственно говоря, вот эта вся часть. Это по сути своей просто воронка. Через которую будет наливаться опять-таки наш жидкий реагент. Соответственно, сфера в середине это реакционное пространство. Именно здесь будет находиться твердое вещество. Колба снизу это резервуар. Дальше резервуар, как правило, закрывается пробкой. И эта пробка используется только для того, чтобы сливать из резервуара вещество, а к реакционному сосуду подключается газоотводная трубка. Когда мы наливаем вещество, жидкий реагент в аппарат КИПА, он постепенно заполняет резервуар, а затем попадает в реакционный сосуд. В реакционном сосуде протекает реакция, и газ выходит через подключенную к аппарату газоотводную трубку. Если мы закрываем кран газоотводной трубки и прекращаем выпускание газа из реакционного пространства, он начинает там накапливаться и вытесняет жидкий реагент обратно в резервуар и в воронку. Реакция останавливается. В любой момент мы можем снова открыть вентиль, жидкое вещество снова попадет в реакционное пространство, и реакция снова продолжится. Таким образом, нам не надо каждый раз, когда мы хотим закончить реакцию, доставать твердое вещество, доставать жидкий реагент, их разделять, пытаться с ними что-то сделать или менять. Они могут реагировать до тех пор, пока не закончится кислота, и до тех пор, пока если это кислота, до тех пор, пока не закончится твердое вещество, пока оно там содержится. Соответственно, если о том, с какими аппаратами можно получать газообразные вещества, мы сказали, то надо еще сказать, каким образом потом их собрать, эти самые полученные нами газообразные вещества. И для этого тоже есть два способа. Первый из них – это вытеснение воздуха, самый, в общем-то, элементарный. Второй, чуть посложнее вытеснение воды, но принцип у них будет одинаковый. Если мы используем вытеснение воздуха, то мы таким образом можем получить совершенно, собрать совершенно любое газообразное вещество. В зависимости от того, будет оно легче воздуха или тяжелее, мы будем собирать это вещество, держа сосуд, в который мы его собираем либо дном вниз, либо дном вверх. Помним, что молекулярная масса воздуха составляет 29. Поэтому, если у нас вещество газообразное имеет массу меньшую, то оно будет легче воздуха, и мы должны будем его собирать, держа пробирку или какую-то иную емкость, в которой мы собираем это вещество дном вверх. Если же молекулярная масса вещества больше 29, то мы должны держать сосуд дном вниз, так как вещество будет тяжелее воздуха и будет постепенно его вытеснять. Минус этого метода заключается в том, что мы, если газ бесцветный, а в основном мы получаем бесцветные газы чаще всего, а их в принципе больше в природе, то нам очень сложно проконтролировать, когда мы уже собрали, в общем-то говоря, полную емкость этого вещества. Именно поэтому в ряде случаев может использоваться способ вытеснения воды. Он удобнее, поскольку здесь мы собираем газ не в пустую какую-то емкость, а в емкость, наполненную водой. И газ постепенно эту воду вытесняет. Соответственно, как только емкость наполнится, мы это сразу увидим. Однако у этого метода есть один недостаток. Ведь этим способом можем получить лишь те газообразные вещества, которые в воде нерастворимы. Если вещество в воде растворяется, то вместо того, чтобы вытеснять воду, мы будем просто получать раствор. Поэтому, например, такие газообразные вещества, как хлороводород или как аммиак, таким способом собрать не получится. Из-за того, что в воде они растворимы достаточно хорошо. Ну что же, давайте посмотрим, как получить некоторые конкретные газообразные соединения в лаборатории. Начнем с кислорода. В принципе, я надеюсь, вы помните много способов его получить, много реакций, в которых он выделяется. Это и разложение воды электрическим током, это и разложение перманганата калия, представленное здесь. Это может быть также и разложение бертолетовой соли и разложение перекиси водорода в присутствии катализатора оксида марганца-4. Также кислород будет выделяться и при разложении нитратов активных металлов, например, нитрата калия или нитрата натрия. Может быть, вы даже вспомните самый первый способ, которым кислород был впервые получен в лаборатории, разложение оксида ртути. Ну, чаще всего в лаборатории используется именно этот способ разложения перманганата калия, поскольку он самый удобный с точки зрения его проведения. И, в общем-то, сами вещества, в отличие от оксида ртути, не представляют опасности для того человека, который этот опыт проводит. Выглядит это таким образом. Обычно здесь никакие специальные аппараты не используются, поскольку здесь происходит просто термическое разложение. В пробирку набирается твердое вещество, оно нагревается в пламени спиртовки, разлагается и полученный кислород дальше уже будет собираться в какую-то емкость через газоотводную трубку. Все достаточно просто. Если говорить о получении такого вещества, как водород, то вот его как раз-таки будут получать уже в специальном аппарате. Собственно говоря, в лаборатории чаще всего его получают при взаимодействии гранул цинка с соляной кислотой, хотя мы прекрасно понимаем, что, в принципе, вместо цинка можно использовать и другие металлы. Цинк выбирается потому, что его скорость реакции с соляной кислотой наиболее оптимальна. Алюминий, например, взаимодействует слишком интенсивно, а железо, наоборот, достаточно медленно. Поэтому выбирается цинк именно исходя из его активности, ну и, кстати говоря, в том числе и его доступности. Водород, как правило, получают в аппарате кипа. Как раз-таки здесь используется твёрдое вещество, это цинк. Он, значит, соответственно, набирается в реакционный сосуд, где и содержится до тех пор, пока не растворится в кислоте полностью. И через воронку в аппарат кипа наливается соляная кислота. Здесь, как видите, воронка поменьше, чем на фотографии, которая была представлена ранее. Но, в общем-то, этого вполне достаточно для проведения реакции. Совершенно не обязательно строить такую высокую пирамиду, как там было показано. Соответственно, пока кран открыт, будет водород выделяться. Как только мы перекроем ток водорода, водород накопится в реакционном пространстве и вытеснит кислоту обратно в резервуар и в воронку. Ну, конечно, можно получать водород в аппарате Кирюшкина, но тогда это будет гораздо медленнее. Углекислый газ также нужно знать, как получается в лаборатории. Для этого чаще всего используют реакцию, в которой карбонат кальция, который может быть представлен в виде мрамора или даже в виде кусочка мела, взаимодействует с той же самой соляной кислотой. Ну, или, в принципе, с какой-то другой. Оно чаще всего также используется соляное. Опять-таки, в связи, наверное, прежде всего с ее доступностью и с тем, что это все-таки сильная кислота. Здесь также, в принципе, можно использовать аппарат Кипа, можно также использовать аппарат Кирюшкина, можно даже просто использовать промерку с газоотводной трубкой. Зависит от того, какой объем СО2 мы хотим получить. Если мы хотим просто привести качественную реакцию на СО2 и показать, что СО2 взаимодействует с раствором гидроксида кальция, и при этом образуется осадок, и раствор мутнеет, то нам достаточно собрать всего лишь такую установку. Ну, и аммиак в лаборатории тоже, в общем-то, нужно знать, как получают. Для этого используется смесь двух твердых веществ. Эти твердые вещества – это гидроксид кальция и хлорид аммония. При нагревании этой смеси начинает протекать химическая реакция, в ходе которой выделяется аммиак. Соответственно, таким образом он может быть получен. Помним, что собран он вытеснением воды никак быть не может, только вытеснением воздуха. Поэтому аммиак уже придется однозначно собирать в какую-то пробирку, причем держать эту пробирку, ну или другую емкость придется дном вверх, как и показано на этой картинке. Чаще всего для получения аммиака действительно собирают такую установку, но опять-таки, если нам нужен незначительный объем аммиака, мы можем набирать это все не в круглодонную колбу, а в обычную пробирку. Если нам аммиака нужно, в принципе, получить немного, например, только для того, чтобы опять-таки показать какую-то качественную реакцию на него, например, далее даже получить его раствор. В принципе, на этом все. Конечно же, есть и другие газообразные вещества, которые можно получить в лаборатории, но те четыре, о которых мы с вами проговорили сегодня, наиболее важные и способы получения именно те реакции, которые используются именно для получения этих веществ в лаборатории, определенно нужно помнить, несмотря на то, что, конечно же, в химии много долгих реакций, в ходе которых эти же вещества могут быть получены. Собственно говоря, на этом все. Спасибо большое за внимание и до встречи на следующем уроке.